Привет! Немного расскажу о горохе, а именно основные моменты. Это ржавчина в горохе, которая обычно всегда бывает. И на это может повлиять только химические препараты, химические фунгициды. Обычно, если благоприятный год, если год складывается, ржавчина очень быстро прогрессирует, и где-то до 70% урожая вы можете недополучить из-за этой проблемы. Более сухой год, скорее всего, этого прогресса не будет, и, может быть, даже вы не увидите действия фунгицидов, поэтому вы должны понимать, что какие у вас обычные годы. Какая эффективная фаза? Эффективная фаза – это фаза бутенизации. Появление первых цветков можно уже начинать работать. Это первая обработка. Ее можно совместить с инсектицидной обработкой против брухуса. Вторая обработка – это спустя 14 дней. Фаза лопаточки – уже это будет конец цветения в зависимости от года. Иногда горох цветет и цветет. Но можно работать. И в целом этого вполне достаточно до конца созревания гороха, до формирования урожая. На вегетативной массе нет пусту. Коров чистый, убирается легко, без пыли. Комбайны, как вам сказать, не загораются, потому что в основном это пыль, которая пожароопасна. И плюс у вас поднимается урожайность относительно того, что у вас было с ржавчиной. Это может быть и 50%, это может быть и 70%. Вот такие вот эффекты есть, особенно в более влажных регионах, в регионах вы это заметите. В более сухих регионах у вас, может быть, не так будет прогрессирована ржавчина. Только, может быть, благоприятные годы. Если у вас влажный регион, вы будете терять. Поэтому, этот момент, я думаю, вам нужно обдумать, если вы думаете, как поднять урожай на горохе. Еще такой момент о горохе. Часто спрашивают, оставляет ли после себя горох что-нибудь. Допустим, много ли азота оставляет. Знаете, я думаю, что если он и оставляет, то это немного азота. Может быть, горох, как предшественник, хорош тем, что после себя оставляет немного клетчатки, немного вегетативной массы, которая очень долго разлагается. Гороховая стерня разлагается очень быстро. И это плюс гороха. К примеру, если сравнивать горох с той же бобовой, ну, с бобовой культурой, как соя, то у сои другая проблема, наоборот, много клетчатки. И я вижу, что когда ты сеешь ту же азиму или яровую пшеницу после сои, ты видишь, что культура страдает от нехватки азота. После гороха не страдает. И вот разница только вот в этом. В том, что стерня у гороха, мини-углеродистая, быстро разлагается. У сои наоборот. И есть проблемы. И поэтому горох, как предшественник, одни из самых лучших. Также еще один момент. Нужна ли десекация на горохе? В наших условиях десекация не нужна. Или нужна только не для того, чтобы высушить горох, а для того, чтобы, может быть, убрать какую-то нагрузку с комбайна. Бывает, горох неравномерно созревает из-за неровности поля. Поле имеет свою пестроту по питанию. И поэтому где-то горох еще вегетирует, а где-то уже созрел. А его нужно убирать, потому что основная масса, допустим, 70-80% уже готова к уборке снять. Но обычно горох убирается хорошо, то есть проблемы нет. И тем более мы начинаем убирать с влажностью где-то 18%. Это позволяет нам его убирать в щадящем режиме, так как он меньше всего подвержен травмированию. Закладывается горох на напольных складах, на вентиляцию и доводится уже до кондиции посредством воздуха, то есть продувания его. Горох имеет хорошую скваживтость, поэтому он в целом может храниться и при более высокой влажности. У меня был опыт, когда я хранил горох при влажности 18%, это может быть лет 10 назад, и с ним было все хорошо, благодаря своей скважистости. Главное убрать очаги самосортировок. Вот это самое важное, потому что если вы уберете вот эту зеленку, которая, как обычно бывает, когда вы сваливаете машину, и откуда-то появляется, из-за того, что это все выдавливается, на поверхности такие слои легкие, зеленые, или может быть светлые, но они чаще всего очень влажные. И вот от них всегда вот эти идут очаги. Это в целом касается любой культуры, не только гороха. Но так как горох скважистый, он меньше всего подвержен самосогреванию. Если самосогревание есть, только из-за вот этих очагов. Уберите их, у вас горох будет лежать. Не могу сказать, что при любой влажности, но если, к примеру, вы его заложите при влажности 16%, он у вас пролежит. Это вот такой момент. Это вот такие вот моменты, которых я как бы хотел рассказать именно по гороху. Так что всего хорошего. Надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Продолжение следует...